а всем привет друзья с вами я тащу 3000 ну естественно соответственно значит доброе утро просыпаемся завариваем кофе всем приятного аппетита ну точнее приятный аппетит тем кто есть а тем кто не ездит желаю поесть потому что утро ну если у вас утро если вечером может не есть по что вечером есть это вредно значит смотрите отвечаю на все вопросы короче которые были заданы во время стримов который будет задаваться еще не раз чтобы не отвечать по тысячи раз собственно этот стрим был и сделан и назван разговорным ну а кто-то посмотрит его в записи вот значит поехали что с вайлдрифтом вайлдрифт рип почему вайлдрифт рип потому что восемь сколько там восемь сезонов у нас да я уже даже не помню сезонов вайлдрифте 8 сезонов у нас значит прошло да и почему вайлдрифт скатился потому что все просто апнули чаликов ну чаликов game off мастеров почему себя пнули чайка в мастеров потому что все сезон за сезоном просто игра бустила 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 и в итоге мы пришли к тому что просто сцена как бы и киберспорт стал никому не интересен потому что все у нас хайранги ну в игре хайранги по факту они не хайранги они играт к говно но игра их определил хайранг поэтому соответственно вайлдрифт умер то есть денег он приносит мало потому что никто не интересуется про сцены потому что все играют как профессионалы на хай рангах осталось у нас только азия азия по поводу азии я честно не могу понять типовая типа рита гамес и рита геймсы рита гей рита геймсы значит оставили азиатский сервер захожу я вчера значит посмотреть трансляцию азиатского турнира и знать какой там онлайн 200 человек ну 300 человек ладно максимум ну там там 2 там два стрима у них идет один с комментариями один без на одном стриме 60 онлайн 70 без комментариев на стриме которые с комментариями там 250 онлайн условно и то есть короче за 400 грубо говоря онлайна рита гамес и променяли вообще закрыли все сервера да и оставили азию то есть это говорит о том что онлайн ничтожно мал и как бы игра рипается потихоньку что насчет что насчет обычных игроков которые просто играют по кайфу в эту игру до вайлдрифт как бы сама по себе игра вайлдрифт замечательная игра но подбор это ужас и матч мэкинг это ужас и просто рейтинг это ужас да сама игра еще будет жить какое-то время но жить она будет до тех пор пока вы дорогие друзья в нее донатите как бы как бы это не звучало с моей стороны как же это как это звучит типа знаете то что короче суть в том что вам надо просто также донатить как вы и донатили если вы хотите чтобы игра у вас работала на ру сервере чтобы сервер функционировал потому что на функционирование сервера нужны затраты со стороны разработчиков а где они возьмут эти деньги правильно с донатов поэтому ребят донате также как и донатили если вы хотите свою любимую игру играть донате 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 как и донатили тогда как бы у разработчик будет прибыль и сервера будут поддерживаться будут выходить скорее всего обновления но обновления в игре возможно будут выходить уже похуже как бы поменьше по качеству по количеству по частоте возможно будет выходить меньше со временем со временем все меньше и меньше если доходы будут у компании падать то есть доход из донатов как обычно как обычно умирает игра игра умирает в тот момент когда перестают выходить обновление потом потом уже после этого закрываются просто сервера почему я сейчас нахожусь в мл потому что как бы терпение мою лопнуло и связи еще и с тем что закрыли как бы киберсцену для всех серверов кроме азии это поступило таким таким подспорьем для меня и толчком просто уйти из игры ну не то чтобы уйти играть в вайлдрифт и вот отвечаю сразу вопрос играть вайлдрифт я буду так же как и играл но просто поменьше и и не в рейтинг буду играть скорее всего в обычке будут тестить каких-то новых героев будут если какие-то патчи если там какие-то будет критические патчи какие-то бафы хорошие там например сейчас вышел баф у нас кайна нотка кайна я потом попробую на днях сейчас я пока не буду заходить потому что как бы ткани сейчас не пикнешь его будут просто банить и поэтому играть я буду просто меньше буду играть больше с вами друзья с подписчиками тем теми кто играет вайлдрифт по сей день значит свой дефтом в принципе понятно почему я сейчас нахожусь в мл для тех кто не в курсе показываю свой аккаунт в мл почему я вообще оказался с почему и как я оказался как бы в этом самом в вайлдрифте начинал я свой путь моба гейминга мобильного мобильных моба именно с моба legend bang bang к сожалению играл вы видите я как полнейший див потому что мне было в принципе плевать я сидел там в туалете где-то играл там лежа в кроватке играл на работе там пока служил в армии и тоже играл а блин про армию конечно печально ну ладно короче просто играл на от это самое от ей так сказать от от ей отстань да и как бы поэтому такой винрейт вот и начинал я с мл а но когда когда я играл в мл я начал поигрывать еще и в лол пк шный и в тот момент за год до выхода вайлдрифта я узнал что будет выходить мобильная версия лиги легенд и и знаете что я подумал знать что я подумал что мне не нравилось в мобильный в моба ладжин бэнбэнк это дополнительные дополнительные защитные метки вот эти самые которые бустят игроков искусственно вот как вайлдрифте тоже да только вайлдрифте этих механик еще больше не только метки защитный вот из-за защитных меток я думал что когда выйдет мобильный мобильная лига то они не скатятся вот в этот вот казуальщину да и буст игроков и я думаю что в игре не будет вообще меток защитных и я просто я надеялся что будет такой просто жесткий game experience просто такой плютый под на мобиле но к сожалению к сожалению мы имеем что имеем и защитные метки в вайлдрифте имеют место быть еще какое место имеют вот но так начинал я свой путь смогли и соответственно сюда и сейчас пока что вернулся как бы на основу и сейчас я буду потеть уже в млбб уже с таким более хардкорным настроем на стримах как бы жестким потом потому что раньше я как бы особо не потел чисто начали на расслабоне играл значит отличие что мне больше нравится значит в млбб это с это социализация в млбб есть очень хорошая социализация это общий чат где ты можешь найти игроков то есть тебе не надо заходить там где-то искать в телеграме там в дискорде искать кого поиграть просто скачивать дискорд скачивать telegram там если у тебя его дай бог нет или или не дай бог нет короче вы поняли здесь ты просто заходишь в чат вот открываешь чатик да и все у тебя вот тут ищу команду ищу команду вот ищу команду все нашелся команду пошел играть там ну может нашел кого-то кореш с кем-то познакомиться на основе там потом замынил 3 затрай хардер за тройк ордил себе ранг понял вот потом есть голосовой общий голосовой чат которого нету в вайлдрифте что мешает делать коммуникации особенно на хай ранге проводить коммуникации которые позволили бы как бы ну жестче отыгрывать командно на пусть а потому что мы играем первую очередь командную игру отличие значит еще динамика динамика в млбб по сравнению с вайлдрифтом просто жесткая я когда переходил вайлдрифт заметил конечно эту динамику но после уже плотного такого отыгрыша да я отыграл в млбб где-то 2 1 2 года потом отыграл вайлдрифта два года и сейчас я вернулся в млбб и просто эта динамика я просто меня она впечатляет хотя хотя буквально там полгода назад или месяц назад я говорил на стримах ребята какой млбб блять вы чё блять казуальщина ебаная упросить без матки за не за мат простите вот там также есть такие же как бы объекты там лорд черепаха тоже есть какие-то объекты тоже есть к это макро игра в любом случае она везде есть вот но конечно тут макро игра она более легкая потому что карта сама нам поменьше вот но динамика вот эта динамика она просто не отпускает как бы и ты просто постоянно играешь в напряжении у тебя постоянно кто-то приходит тебя лесник твой приходит к тебе гангает у тебя саппорт к тебе приходит гангает вражеский саппорт приходит гангает лесник приходит ганг и постоянно вот эти знаете вот эти ротации постоянные движения по карте и ты постоянно находишься так сказать в напряженных ситуациях вайлдрифте такого как бы особо нету точно тебе на тебя либо садится лесник просто тебя приходит лесник убивает просто каждый раз и все особо так ну те кто играл вайлдрифт меня поймут именно по что касается именно динамики и динамика вам лбб мне сейчас нравится что дальше что у нас дальше значит вам лбб я сейчас буду а по теме на ранг ну на под играю то есть соответственно что у нас идет дальше значит у нас тут есть какая-то нашумевшая игра называется она как она там heroes или как она honor of kings да блин забыл ребят напомните хок как на там как на хок да как на хок и блин забыл 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 как называется connor of kings называется значит значит ребятам так сказать собратья по по youtube раздули какой-то ебейший просто ебейший хайп вокруг игры которые вообще ничего не никогда не не имел никого веса вообще нигде в какой-то в каком-то китае в китай какой-то топать в китай какой-то топ-1 типом я в шоке просто первый раз в игру не эту игру раньше видел но какого-то именно хайпа у него никогда не было онлайн и там никогда не было и не будет иди по поэтому как бы на эту игру особо рассчитывать не надо что касается именно геймплейной части этой игры это подобие млбб три кнопки три кнопки там как бы чем даже в принципе менюшка та же самая именно вот что касается оформления если сравнить оформление допустим млбб и вайлдрифта у игр разное разное оформление что касается именно интерфейса в игре то есть там джойстик там вот эти вот ну поняли элементы интерфейса вот у млбб и вот этот хок у них почти одинаковые элементы интерфейсом а вот у млбб и вайлдрифтом действительно разные элементы интерфейса то есть хок хорошая скорее всего копия в млбб если вы мы не ли млбб жестко то смысла как бы в хок идти вам нету если же вы играете играли вайлдрифт и сейчас у вас стоит вопрос куда пойти в принципе в хок наверное можно будет пойти но как долгосрочное именно долгосрочное вложение пока что не советую то есть если вы собираетесь ну если вы подумайте донатить в допустим в хок там еще как то что-то туда вкладывать деньги то пока что пожалуйста ребят не спешите потому что проект скорее всего сильно не стрельнет и вообще не стрельнет поэтому пока что придержите свои деньги не надо пока никуда донатить в этот хок там да зайдите посмотрите поиграть и как бы в принципе герой там тоже тоже закос идет под лол то есть некоторые там скиллы всякие герои там даже даже есть герой которые почти полностью копируют лоловских героев вот поэтому посмотрите там да как может посмотреть но не советую минить как бы пока что вот и придержите свои деньги единственно сейчас и единственно сейчас надежда есть это на мою мобильную доту почему на мобильную доту потому что мобильная дота механический и геймплейно сложнее чем вайл дрифт насколько все мы с вами знаем что что на данный момент вайл дрифт самая сложная механическая игра именно моба жанра на мобильные телефоны я поиграл в мобильную доту и говорю вам что механика в мобильной доте еще сложнее чем вайл дрифт и это мне безусловно очень нравится но к сожалению разработчики ну был был об этом мобильной доты 6 куда я гладу был значит об этой мобильной доты как у bt в принципе нормально но так мы посмотрели как бы поиграли что не хватает сейчас мобильной доте я надеюсь что они подтянут анимации игроков о и анимации героев они подтянут и тогда в игру можно будет играть уже как бы нормально получать хороший game experience игровой опыт хороший получать если они подтянут анимации ну и и немного им надо оптимизировать сервера и на устройство тоже игру оптимизировать если вот эти три пункта оптимизация анимации и сервера если три пункта вот эти они пофиксят на выходе 1 декабря то игра будет просто конфетка и можно будет играть про хардить и вот именно на мобильную доту у меня большие ставки если же мобильная дота все-таки не стрельнет то тогда я останусь скорее всего в млбм вайл дрифт я буду поигрывать на обновлениях поэтому не переживайте свои дрифты я не ухожу те кто смотрят меня исключительно из-за вайл дрифта как бы не переживайте вайл дрифт я буду подрубать time to time буду смотреть новые герои в патче там что-то какие-то такие знаете такое ну такие так какие-то существенные изменения буду с вами смотреть и буду играть с подписчиками стараться как бы иногда запускаться там кастомки еще что ну в принципе я все сказал в принципе я все сказал значит если подвести итоги подвести итоги давайте вкратце подвожу итоги значит вайл дрифт умирает чтобы вайл дрифт не умирал нужны нужно донатить поэтому как бы это не звучало так скажем с моей стороны цинично да цинично и как-то сарка саркастично на но я говорю на полном серьезе если вы хотите чтобы вайл дрифт работал дальше ребята вам надо будет донатить потому что игра умирает и как только прибыль пойдет на спад и разработчики просто закроют проект значит что касается хок хок навряд ли что-то ждет это ноунейм игра и плюс она как бы подобие мл а поиграть можно будет посмотреть героев но особо на нее не рассчитывайте и последний вывод это dota mobile если dota mobile подтянет оптимизацию сервера и анимации то в нее может будет играть и я буду играть с превеликим удовольствием надеюсь что разработчики все-таки это пофиксят значит мобильной доте разработчики со мною держат связь и как бы они по кд мне там присылают уведомления там какие-то изменения и все такое то есть я если они пофиксят нормальную игру починят ну то есть более так сказать выкатят ее в лучшем свете как бы там ну вы поняли анимации сервера и оптимизацию завезут все значит я сразу иду просто еще раз ну связываю с разработчиками и с ними уже будут как бы там ну коллаборировать искать с разработчиками мобильной дот им ну в принципе все в принципе я все сказал ребят всем спасибо за внимание ну а мы продолжаем потеть увидим